Сейчас мы посмотрим операцию пластики перфорации мембраны Шнейдера или профилактики такой перфорации. И один из случаев применения геля, как мы можем его использовать в хирургической практике. Этот мультфильм разработан специально для материалов Леопласт. Поскольку мы являемся официальными представителями пластических материалов Леопласт в России, то на сегодня вот эти две линейки продуктов, стимулирующих регенерацию и восстановление ткани, они идут рука об руку в своего рода партнерстве. По каким-то причинам был утрачен зуб верхней челюсти, вследствие чего образовался дефект. Объем кости уменьшился, пазуха внутри по объему увеличилась, и кость полностью превратилась, можно сказать, деградировала в компактную ее фракцию. Ну и нам недостаточно очевидно здесь объема для установки имплантатов, поэтому мы будем проводить операцию поднятия дна верхней челюстной пазухи. Мы собираем капиллярную кровь с первого разреза, пока адреналин в анестезии не действует. Откидываем полнослойную лоску, чтобы надкосница сохранялась на слизи в надкосничном лоскоте. Без аппарата мы выпиливаем латеральное окно, обеспечивая тем самым доступ. Окно либо сохраняется, либо оно измельчается, используется как пластический материал. Это один из вариантов применения. В данном случае для объема пластического материала будут использованы компоненты Mixmax. Это деминерализованный порошок. Компактные кости. Это минеральный компонент костной ткани. Два базовых материала. Это минерализованный картикальный порошок, более крупный из компактной кости. Минерализованный стонгиозный порошок, более мелкий изготовлен из губчатой фракции. Это минеральный компонент костной ткани, который содержит все минералы в кости в тех же пропорциях, что и в норме. А также коллаген и хондроэтин и сульфат, которые также являются субстратами для регенерации. И деминерализованный порошок компактной кости, который будет стимулировать в этой зоне рост сосудов и лосклеризацию, сколько объема увеличиваемого кости, который мы хотим получить в итоге, он достаточно большой. Смешиваются они в порядке от самых мелких и от того, чего меньше всего. Мы начинаем, конечно, с скелета к ауто-кости. В дальнейшем по протоколу мы выполняем поднятие мембраны Шнейдера и ее отсепарирование от скелета. Ну и в тех ситуациях, где у нас происходит вот такая проблема, как перфорация мембраны Шнейдера, или есть риск того, что она произойдет, мы ослоиваем всю пазуху. Конечно, речь об установке имплантата в данном случае не идет, пока, в общем, планировалось, что операции будут разобщены. Мы полностью поднимаем всю мембрану Шнейдера дистальной и подкладываем туда твердую мозговую оболочку без перфорации. Мембрану Шнейдера для того, чтобы она разобщила в этой зоне. И на послеоперационные швы мы наносим гель. Он достаточно тонким слоем. Здесь это показано для наглядности больше. И в дальнейшем пациенту выдается этот тюбик геля, который он использует также самостоятельно. Здесь также был положен крестообразный крупный матрасный шов для того, чтобы прижать весь этот конгломерат ткани, средственно-ткосничный лоскок, мембраник, полторальный махмин. У нас происходит этап регенерации, и в этой зоне замещаются пластические материалы собственными тканями. И мы получаем достаточно хороший клинический результат, который позволяет нам в дальнейшем восстанавливать имплантаты и протезировать пациента. Это монография, которая была написана в прошлом году специально как обзорный файл по гелю фитодент-периогель. Основная масса источников, которые мы использовали, это наши собственные источники, ну и также новая классификация парадонтальных дефектов, которая была опубликована в 2019 году. Мы также опираемся на нее. Ну и международная статистическая классификация болезни МКБ-10, которая на сегодня является актуальной в последней версии. Это патенты, разработанные нами, это другие публикации, несколько статей научных в журналах по использованию фитодент-периогель при лечении множественной рецессии десны и в хирургической практике. Какие активные компоненты входят в состав гелий, почему они так действуют, почему они были выбраны для этого? История проблемы заключалась в следующем, что на хирургическом приеме, в первую очередь, все, с чего мы начинали, врач не имел до недавнего времени препарат, который мог бы с уверенностью использовать именно вот по тем направлениям, по которым мы сегодня предлагаем применить фитодент-периогель. И либо это нужно было готовить их экстемпорально, что сказывалось на их свойствах, то есть можно было намазать там раз, два, три и все обычно. После этого, ввиду физико-химической несовместимости, эти экстемпоральные мази, они распадались или расслабились и, в общем, приобретали неупотребимую форму. Поэтому первое, с чем мы стали работать, это, конечно же, с биоадгезивной основой. И второе, были выбраны те компоненты, которые уже показали себя в других формах выпуска. Это водно-спиртовые вытяжки, это водные растворы, масляные растворы. Поэтому мы решили включить все эти компоненты в состав для того, чтобы обеспечить их мультинаправленное и параллельное действие, и, в общем, совокупное, чтобы получить вот этот неочевидный результат совместного применения, которого мы на сегодня имеем. Первое, это медные производные хлорофилла. Это, конечно же, активный оксигенатор. Хлорофилл имеет аналогичную структуру, как и молекула гемокрови, и также переносит кислород, является, в общем, своего рода гемоглобином растений, если так можно сказать. Основная его суть заключается в том, что хлорофилл нестабилен, и, меняя атом магния на медь, тем самым стабилизируем этот комплекс, он становится более долгоживучим и сохраняет свою биологическую активность. Стабилизированный хлорофилл переносит кислород аналогично гемоглобину крови, который ускоряет процессы репарации, регенерации, клеточного дыхания и биосинтеза. Хлорофилл входит в оба геля, как в гель с хлоргексидином, так и в гель с дегидрохерцетином. Допантенол. Он является кератопластиком и способствует заживлению, повреждению кожи, слизистых, действует как кофермент, это один из провитаминов, снимает отек и напряжение ткани и собирает активные радикалы за счет кратных связей. Он также содержится в обоих гелях. Аллантаин – это кератолитическое средство, оно случивает омертвевшие эпители и способствует его обновлению, улучшает тем самым, элиминирует мертвые остатки детритной массы, биомострозраны и случивает оторгающие эпители. Основной удалитель детритной массы – это, конечно же, натриальгенат. Мы очень часто встречаем его, например, в гемостатических средствах, из него на сегодня делают губки, достаточно популярные, и другие повязки гемостатические. Он ассоциируется с компонентами фибрина и тромбина и уплотняет с густок тем самым, вот такой механизм вот здесь и гемостатический, ну и тем самым формирует тромб, а ассорбируется к твердым компонентам, к нему ассорбируется, точнее, твердые компоненты, связываются, механически элиминируются. Поэтому в нашем случае мы используем развесистые молекулы альгиновой кислоты в виде солей альгина-то-натрия для того, чтобы собирать на себя биологический мусор. Он обладает очень хорошими адгезинными свойствами и просто механически за счет своей пространственной структуры собирает различные фрагменты молекул, большие, средние и так далее. Продолжение следует...